уверенности дается верой все всем доброе утро мы продолжаем изучать притчи царя соломона мишли так я сегодня не спросил у раввинов не спросил у раввинов его называют еврестиям я не знаю кто такой нема но он до вечер син приходит на уроки живую слушает их вроде проходят на подоле и вот она приходит изучает тору но он ее по-своему интерпретирует тони кауфман шалом то есть он каждый из нас все интерпретирует по-своему каждый живет в своем мире мире своих интерпретаций мы все живем в изра посланян и все мы живем черный экран у светлана карачева все мы живем в своем мире в своей интерпретации в своем кино и просто у кого-то кино это более необычно у кого-то более обычно обычно это как похоже на другие кино да в общем на каждый в своем кино а царь сам он жил в своем кино и его кино оно было было намного ближе к кину главного режиссера до кино не будет будут танцы я помню в детстве нас учили что есть бог создатель мира он как бы этот мир придумал и дальше дальше каждый из нас он является в своем мире таким создателем создающим мир своих смыслов своих целей своих оценок своих интерпретаций и вот этот вот мир оценок цели интерпретации стремлений он у каждого из нас свой понятно да все теперь а давайте теперь изучим и мы изучаем мишли притчи царя соломона который нам объясняет высший божественный замысел и учит нас как в этом высшем божественном замысле найти свое место и как идти в резонансе с божественным они в диссонансе вот так сильно сказал вообще сам иногда скажу что-то и удивляюсь думаю откуда откуда вообще эти мысли это в голове непонятно но но по большому счету понятно потому что когда мы изучаем тору то мы засеваем почву то есть вот эти вот слова тора которые мы слушаем мысли царя соломона который мы изучаем а я изучаю уже давно я же написал книгу по каэлиту мы закончили изучать экклезиаст это это одна из трех них царя соломона которые вошли в тору и значит вот видно сейчас у меня только экклезиаст прорастает да то есть скорее всего она же идет задержка всегда то есть ты сеешь ты сеешь семена потом эти семена прорастают потом они дают плоды дают урожай я думаю что сейчас у меня только прорастает экклезиаст прошлогодний даже не прошлогодний я уже лет пять преподаю вот так вот уроки торы видео есть полно в ютьюбе везде и интересно здесь такая есть идея интересно мне рассказывали что когда умирал рававадья юсеф он был в больнице уже ему было под сто лет это был великий раввин такой и он значит когда он очнулся в больнице он первый вопрос он спросил книги мои продаются а ему зачем деньги он написал много книг про тору то есть его интересовало не деньги с этих книг его интересовало что если его книги там где он его была цель это служить богу и людям нести этот божественный свет и если эти книги издаются продаются и люди их изучают покупают изучают значит его как миссия да она она даже когда он уйдет из этого мира она будет продолжаться и он именно это имел ввиду понятно да идея и интересно что вот сейчас понятен замысел понятен замысел иисуса да ешь его называют у нас значит и ушуа понятен его замысел он себе забронировать хотел место чтобы к богу все шли только через него чтобы не напрямую шли к богу да а именно через него то есть он хотел стать тем тема представляете вот как бы за монополизировать вход то есть все только через меня интересно да и представляете сколько людей миллиарды людей сейчас в христиан мире 2 миллиарда. То есть они молятся Богу, но через Него. И не знаю, как эта штука работает там на небе. Очень интересно мне будет, когда мы, ну там, я верю, что когда человек туда приходит, в мир истины, называется этот мир, это мир лжи. То есть мы живем в мире своих интерпретаций. А когда мы придем в мир истины, да, туда, и увидим, как оно там на самом деле, кто где находится, как эта штука работает, мне, например, очень интересно, как оно там на самом деле обстоит. А пока давайте изучать, как пройти свой жизненный путь с минимальными трениями, с минимальными проблемами и с максимальными бонусами и благословениями, удовольствиями и так далее. Все. Значит, мы находимся в 21 глава, 21 глава, 8 отрывок. Все. Значит, 8 отрывок звучит так. Значит, до этого нам говорилось о том, что, ну, давайте краткое содержание, чтобы войти в это, да, то есть сердце царей в руках Бога. Понятно, первый отрывок. Второй отрывок. Тот, кто делает сдаку, милосердие и суд, это для Бога важнее, чем жертвоприношение. То есть намерение человека, его суд для Бога и милосердие, чтобы все было честно и милосердно, это важнее, чем жертвоприношение. Теперь, а кто идет против этого? Высоколобые вот эти вот интеллектуалы, жонглеры с мыслами и те, кто полны вожделений, идут против этого. И это как бы подготавливает почву, то есть они могут не против Бога быть, но это готовит почву для греха. Дальше мы изучили, что люди прилежные, которые обдумывают свои действия, они будут, любое их действие будет им идти в плюс, а те, которые суетливые, у них любое действие будет идти в минус. Теперь дальше мы учили, значит тот, кто действует и собирает сокровища через обман, у того это лопнет как мыльный пузырь, и еще это его вызывает смерть, да, то есть это причина для негативных всяких вещей, которые на него идут. Дальше грабеж, седьмой отрывок, грабеж злодеев, он им вызывает, вызывает на них же вот это вот последствия типа грабежа, и они отказываются идти честно, делать мишпа, делать суд. И вот сейчас мы восьмой отрывок, значит он продолжает как бы эту историю, поэтому я вспомнил, что мы учили. Восьмой отрывок такой, то есть тот, кто переворачивает, есть, как Афахпах, это тот, кто переворачивающийся, путь человека, и он чужой, вызах яшар пало, а есть, вызах это чистый, прозрачный, значит прямые его действия. Что имеется ввиду? Есть люди, которые, то что вот здесь названо переворачивается, да, значит доброе утро всем, да, значит есть люди, у которых есть склонность, склонность к козлу. То есть есть люди, вот на него смотришь, и видно, что вот ну прям злодей, злодей, вот у него внутренний посыл такой, вот он нехороший, чего он такой, непонятно. И для него, для такого человека, для него чужое все, что честное, правильное, справедливое, вот есть такие люди в интернете, хейтеры они называются, они, которые ненавидящие, да, такие, вот они прямо и пишут всем гадости, да, такие, вот они источники зла. И для него, наоборот, все хорошее для него чужое. И они очень активны, вот это вот очень, очень интересная вещь, что есть активное зло, большинство, есть два полюса. Цадик, активное добро, злодей, активное зло, и 90% людей, они такие нормальные, они колеблющиеся, сомневающиеся, колеблющиеся, они не там, не там. И вот их или туда может перетянуть, или туда. Так здесь написано, что вот эти вот, которые, как же они переводят здесь, переворачивающиеся. Ну тут привратен путь человека развращенного, да, привратен они говорят, как такое слово, привратен это от слова перевернут. Перевернут путь человека, но зар, это не развращенный, это чужой. Да, я же не против, это вопрос, то есть есть, есть Еушуа, который говорит, что, ну, вы поймите, то, что сейчас называют христианством, вот я сейчас Олегу чуть отвечу на этот вопрос небольшой, то, что сейчас называют христианством, есть множество направлений, которые, ну, все они сходятся в том, что его называют сыном Бога, и к Богу надо обращаться через него. В начале христианства, если вы посмотрите первых, там, 500 лет, как оно развивалось, было, в начале была версия, что он человек, поднявшийся на божественный уровень, это была превалирующая версия христианства. Потом, потом те, которые говорили, что нет, он круче, чем человек, он никогда не был человеком, пошла какая-то другая версия, они между собой воевали, потом те, которые говорили, что он сын там, и надо к Богу только идти через него, они победили и уничтожили тех, которые говорили, что он человек, который поднялся на божественный уровень. И потом сейчас есть вот эта версия, которая различается очень сильно в разных христианских течений, я не хочу сейчас на эту тему разговаривать, я знаю точно, однозначно, то, что признает и христианство, и мусульманство, и иудаизм, и любой нормальный человек, что есть Бог, создатель мира. Он один, он един, он создатель, он хозяин мира, то есть это как бы аксиома, которую принимают все верующие в Бога люди. Теперь есть пути служения, как ему служить, есть путь христианский, который говорят, мы идем через вот этот путь, есть мусульманские, они говорят, мы идем через путь, который нам показал пророк Мухаммед, есть еврейские, мы идем через путь, который нам показал Моисей Машер Абейну, которого признают и христиане, и мусульмане, и евреи, мы говорим, мы как Моисей получил Тору, да, передал ее, вот мы идем по вот этому первому, первому, как сказать, первая редакция, мы не признаем, что, зачем нужны были изменения, мы говорим, нам и так хорошо, понятно, да, поэтому, 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 я не хочу входить в какие-то вот эти вот политические размышления, мы изучаем, царь Соломон построил первый храм, он как раз, он был еще за 800 лет до христианства, и за 1300 лет до мусульманства, то есть, и он, то, что он говорил, это как раз он говорил о том, что Бог сказал, именно Бог создатель мира, хозяин мира, единый Бог, которого признают все, и христиане, и мусульмане, и так далее, как создателя, да, то есть, он говорил именно от имени этого Бога, и, ну, в общем, понятно, да, все, двигаемся дальше, теперь, значит, есть вот эти вот люди, у которых, у которых идут они, у них внутренняя суть, она направлена на создание зла, и для них чужое все хорошее, а есть люди, которые называются Зах, Яшар, Паало, Зах это чистый и прямые их действия, значит, что такое Зах чистый? Чистый, это есть чистое восприятие, то есть, любой человек, он рассуждает в рамках тех аксиом, которые он принял откуда-то, когда мы говорим про духовность, про религию, про Бога, про создание мира и так далее, мы же все говорим о абстрактных вещах, которые никто из нас не видел, не трогал, не чувствовал, то есть, мы говорим о абстрактных вещах, пытаясь словами выразить вещи, которые невыразимы словами вообще, то есть, любое слово, описывающее Бога, создателя, создание мира, как оно там все устроено, это, ну, это, как сказать, еще картошку жареную я могу описать более-менее понятно, да, вы знаете, я вчера кушал жареную картошку, она такая коричневая, там лучок жареный, то есть, более-менее понятно, хотя, опять же, это может быть совсем то, что я описываю, это не жареная картошка вообще, но когда мы говорим про создателя мира, это вообще, ну, то есть, непонятно. Теперь, тот, у кого Зах, вот то, что называется чистый человек, да, у него есть некое чистое восприятие вот таких вот простых, однозначных вещей, что там Бог создает, то есть, у него есть некие аксиомы, по которым он живет, это у него интеллект, он чистый. Теперь, Яшар Паоло, прямые его действия, это значит, что он делает выводы из этих аксиом, и эти действия прямые и однозначные. Во всех религиях, неважно, кто ты, есть правило, нельзя красть. Есть такое правило, есть такое правило. То есть, это прямой вывод, из чего, а из чего это прямой вывод, что Бог любит честность, да, например. То есть, это вот эта вот чистая аксиома, что Бог любит честность, Бог любит добро, Бог любит, там, справедливость. И выводом из этого является, что нельзя воровать. Это вывод, это следствие. То есть тот, у кого чистые вот эти вот аксиомы, на которые он опирается, у того есть прямые действия. Тот, у кого эти аксиомы испорчены, нечистые. То есть есть люди, у него представление, мир это джунгли, все вокруг злодеи. А раз все вокруг злодеи, мир это джунгли, то тогда что из этого следует? Можно воровать. Почему? У кого я ворую? У злодея. Нет проблем. Понятно, да? То есть все идет из того, из каких аксиом ты делаешь выводы. Понятно. Теперь дальше, девятый отрывок. Девятый отрывок переводит нас в семейные отношения. Вот как раз Майя Ротман присоединилась к нам, наверное, поэтому царь Соломон в девятом отрывке двадцать первой главы, он сказал, что Он говорит, лучше сидеть на уголке крыши. Пинат-гаг это уголок крыши. Давайте разберемся. Значит, вот тоже. Это некий такой код, который без объяснений мудрецов, которые знают все нюансы. Откуда я знаю? Я прочитываю все комментарии на вот этот отрывок. И комментаторы, они, так как они знают всю Тору и все нюансы святого языка, на котором говорил царь Соломон, они из каждого нюанса, из слов, которые употребляются, из сочетания этих слов, из того, что они знают во всех местах, что он и где, как говорил, они из этого объясняют, что он имел в виду. Не так, что они от вольного, знаешь, мне кажется, он это имел в виду. Вообще нет. У них доказано, каждое их предположение идет, как бы, по логической цепочке. И вот объясняет этот пасук так, отрывок так. Значит, давайте еще раз его вместе вот схватим, да? Лучше сидеть на крыше, на уголке крыши, чем жена сварливая в доме друга. Теперь раскручиваем логикой. Сейчас вот следите внимательно. Значит, лучше всего, это когда ты в доме с другом, в доме с другом, и у тебя есть хорошая жена. Почему для человека это лучше? Потому что, во-первых, у него есть друг, с которым он может, там, друг, партнер, с которым он может и бизнес делать, и дом защитить, и так далее. То есть, для человека, чем больше у него друзей, и настоящих друзей, и чем он более, ну, они объединены одной целью, тем у них больше сил. То есть, есть один человек, есть два человека. Вдвоем они, это не один плюс один, это как одиннадцать. То есть, если два человека в драте, они объединяются, то они уже могут победить разрозненных человек пять. То есть, они будут вдвоем подбегать, одного убили, второго убили, третьего убили. То есть, они вдвоем, это сильнее, чем пять человек, но разрозненных. Понятно, да? Теперь, а когда греки объединялись в фаланге, то есть, они становились в фалангу, и они стали непобедимой армией, потому что их всего там сто человек этих греков объединяются, а вокруг все там на конях их тысяча. А эти сто человек с щитами, с копьями идут, и всех давят, да? То есть, лучшая ситуация, это когда у тебя есть друзья, с которыми ты живешь вместе, компания, и у тебя есть жена, это твоя половина, которая не сварливая, которая тебя не пилит, а которая тоже тебя усиливает. Это идеальный вариант. Но, если у тебя жена, она сварливая, тогда она разрушит твои отношения с друзьями в три секунды. В три секунды она разрушит, но тогда из этого отрывка что понятнее? Все равно жену такую нельзя оставлять, потому что жена для человека важнее, чем друзья. Жена для человека, она является его половиной, без которой он вообще не может быть человеком. То есть, люди должны быть соединены, и у них должны быть дети. То есть, вообще все развитие человека в этом мире идет в паре, в партнерстве с другим человеком. И если она сварливая, это значит, Бог тебе послал постоянного, это называется эзеркенэгдо. Эзеркенэгдо это помощник против тебя, когда он создавал женщину. Она является индикатором, что у тебя есть проблема. То, что она сварливая, она тебе постоянно шлет сигнал, который заставляет тебя расти. И если ты сможешь с этим сигналом справиться, то есть, почему она сварливая? Может быть, ей что-то не хватает, может ты ей что-то не даешь. То есть, если ты как бы преобразуешь себя и победишь ее сварливость, ты поднялся на уровень вообще невероятный. То есть, это вообще, то есть, это вот это чемпион называется, да? Но, как минимум, пока ты не поднялся на уровень чемпионства, ты должен уйти из дома. То есть, она с друзьями разрушит отношения. Я знаю много таких случаев, когда жена разрушала отношения с друзьями полностью. И у человека нет ни друзей, ни партнеров. Осталась одна сварливая жена, и он сидит на уголке дома, в уголке даже сидит, под кроватью где-то сидит. И жена его, значит, продолжает пилить, что же у тебя друзей даже нету. Дурак такой. Там дальше, кстати, написано в девятнадцатом отрывке, что мне было так весело всем, что от такой жены надо убежать в пустыню. То есть, дальше прям в этой же главе в девятнадцатом отрывке написано, что надо делать с такой женой. Убежать от нее. Все. Вот. Теперь дальше. Дальше. Все, с этим отрывком мы разобрались, да? Теперь дальше идем. Десятый отрывок. Нефеш раша ифта ра. Ло юхан бейнав рэгу. Значит, написано так, что душа, душа злодея, душа злодея стремится ко злу. И ло юхан не будет он в приятности даже в глазах ближнего своего. Что имеется в виду? Значит, есть, как мы уже в предыдущих отрывках поняли, что есть люди, у которых есть склонность к злодеям, да? То есть, они есть огромный преступный мир, который живет по своим законам. И у них совершенно такая, у них движняк внутренний. У них свои какие-то иерархии, там, ценности. Ну, то есть, кто это, там, воры в законе. Целые книги пишут, там, преступная Россия, преступные банды, там, в Мексике. То есть, это целый, этот, Пабло Эскобар. Про него фильмы снимают, сериалы снимают, книги пишут. То есть, он герой для, я думаю, ну, нельзя сказать, что миллиардов. Если возьмем, там, 10% от населения Земли, вот, возьмем злодея 10%, допустим, да? У кого такая склонность. То есть, 7,5 миллиардов есть 750 миллионов именно злодеев, у которых есть склонность быть злодеями. И для всех этих 750 миллионов Пабло Эскобар это герой. Он вообще крутой миллиардер. И для них делают эти фильмы, где он, правда, то, что он там в 40 лет его убили, ну, а что делать? Зато пожил ярко. Они не хотят долго жить, потому что они хотят уже, знаешь, значит, помирать так с музыкой, молодыми. Ну, я не видел «Бригада» фильм, но, наверное, тоже об этом, да. Так вот, значит, они, их душа, животная душа, есть Нешама, божественная душа у человека, а есть Нефеш, это животная душа. Их животная душа стремится ко злу. Теперь, но, казалось бы, есть такой еще закон, что человек, он со своим ближним, он должен быть в хороших отношениях, потому что, ну, люди стремятся, если они похожи друг на друга, то они, им легко находиться вместе, они друзья, там, и так далее. Ну, так они должны между собой быть друзьями? Но нет, написано, что даже в глазах ближнего своего им неудобно. Почему? Значит, тут есть два объяснения. Во-первых, злодеи, есть разные виды злодеев. Есть больше к разврату склонные, есть больше склонные к грабежу, к насилию. Есть сейчас вот в России судят, ну, человека судили в России, да. Он убил 80 женщин, представляете? То есть, 80 женщин, он бывший милиционер, и он убивал от 16 до 40 лет, 80 эпизодов, он признался, все это самое, и его, значит, судят. Но почему, в чем здесь прикол? Его доказали, было доказано их вначале, там, 20 убийств. А потом он для того, чтобы не, его не посадили в тюрьму к другим злодеям, ему уже дали пожизненное. Он каждый, там, месяц или каждые несколько месяцев, когда его уже должны высылать в тюрьму, он выдает новое убийство. Говорит, а я вам сейчас еще одно расскажу. И еще, и начинается, то есть, он сидит все время, как бы, его не вывозят на то место, где ему сидеть пожизненно, потому что его, скорее всего, там убьют другие же злодеи, которые, ну, такие же сидят там, ну, более залегте преступления. Кто-то там одного убил, там, по бизнесу что-то, ну, то есть, им понятно это, да. А то, что он убивал женщин, непонятно, то есть, это у него просто была склонность к убийству. И вот здесь об этом написано. Царь Само нам говорит, что злодеи, они даже между собой, они не могут жить в хороших отношениях. Первое объяснение, потому что они разные злодеи. Второе, что само понятие злодей подразумевает внутреннюю агрессию. И они даже, если они вот просто сидят, как, знаете, что шел Пятачок с Винни-Пухом, есть такая известная история, как они шли по улице, и тут вдруг, значит, Винни-Пух бьет Пятачка по роже со всей силой. И Пятачок говорит, Винни, за что? Он говорит, а кто тебя с Виннию знает, что у тебя на уме? И вот у них есть вот эта вот внутренняя агрессия. Из-за того, что у них у каждого внутри есть вот этот вот, ну, как бы зло, которое их поджимает, да, у них эта агрессия выражается даже в простых таких вот вещах, как такое обычное общение. Все, мы три отрывка выучили, значит, нам царь Соломон рассказал здесь, ну, как бы я подразумеваю, что ко мне, к нам на уроке ходят только добрые, хорошие люди, потому что зачем что-то делать злодеям. То есть, раз у вас есть тяга к Мишле, к притчам, к святости, к духовности, то понятное дело, что злодеев здесь нет. Поэтому из полезных вещей, то, что мы здесь, это про сварливую жену, которая, это вещь актуальная, то есть, вещь актуальная, к сожалению, да. И женщины, если вы там жены, то вы, как бы, должны за этим пронаблюдать. Мужчины должны понимать, что это, как бы, неизбежное зло, которое, в общем-то, и не зло даже, а это просто тренажер, который позволяет подняться на следующий уровень своего развития, да, если кому-то, знаете, как, есть история, что один человек пришел в синагогу, и там раввин рассказывает, что если попала человеку хорошая жена, то тогда у него рай на земле, у него просто рай. То есть, а если попалась плохая жена, так у него ад на земле, и это тоже для него хорошо, потому что он свой ад уже получил, и он туда поднимется только в рай. А у одного была, который слушал, у него была жена, ну такая стерва, но она его пилила за все, вот он, что он не скажет, она его пилит, замечания, 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 замечания. И, значит, и он раньше от этого, он переживал, нервничал, а тут он приходит домой, и довольный такой, она его говорит, где ты был, там на него все, а он говорит, о, говорит, класс, вот это мне повезло с тобой. Она говорит, в смысле? Он говорит, ну в смысле, говорит, вот ты меня пилишь, раньше я мучился, а сейчас я понимаю, что это ты мне устроила ад на земле, и я сразу вот, когда умру, попаду сразу в рай. Она такая, что, он вот так, там написано, здесь написано, Равин так сказал. Ну, значит, на следующий, буквально, он ушел на работу, приходит, стол накрыт, значит, она его встречает, дорогой, там, как дела, все. Он говорит, что с тобой случилось? Она ему говорит, ты на моем горбу в рай не въедешь. Она решила, со зла ему, да и даже здесь нам перекор сделать, да? Хорошо, все, значит, три вывода у нас какие, что, ну для меня вывод один, надо учить Тору, надо учить Тору, потому что нам здесь открывается все, что должно открыться. Теперь, и нужно, нужно это запоминать, все равно нужно запоминать. Поэтому я для себя беру, беру для себя вывод такой, да? Беру для себя такой вывод. Вот я выучу этот отрывок, сегодня буду целый день повторять. Тов ля шевет альпинат гак, ми эшет медианим у байт хавер. Что лучше сидеть на краю крыши, чем жена сварлива и дом друга. Вот это я буду сегодня повторять. То есть, смотрите, можно делать выводы, а можно запоминать прямо какие-то отрывки, прям целые. И повторяя эти отрывки, как медитация такая, они, эти отрывки, они тогда внедряются в мышление, как и смысл изучения Торы. Это смысл изучения Торы, чтобы на свой жесткий диск, как бы на свое мышление посеять семена вот этих вот святых текстов. Если у вас есть возможность учить на иврите, то учите на иврите. Это как медитация, как аутотренинг. Раньше учили устную Тору наизусть, и люди были все время в такой медитации. То есть, они повторяли, повторяли вот эти вот отрывки. И через них в мозгу образовывалось такое, как состояние, среда, и они начинали воспринимать божественный свет. Понятно, да? Все. Удачи, успехов. Жду ваши выводы. Делитесь с друзьями. Все. Шаббат, шалом. Удачи, успехов, божественных благословений, здоровья. Чтобы все, кто учат Тору, все, кто любят Бога, чтобы все были здоровы, счастливы, богаты, гармоничны. И чтобы было у всех хорошее настроение. Все. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok